Мы продолжаем чтение книги «Носители Духа», где составителем является профессор Московской православной Духовной Академии Алексей Ильич Осипов. Мы в прошлый раз сами читали об образовании святителя Игнатия Бринчинина. Сегодня будем читать Игумена Никона Воробьёва, Схейгумена Иоанна Алексеева, Игуменю Арсеньеву. Изучение истории Церкви надо сопровождать изучением хоть кратким, гражданской истории, в особенности житиями тех святых отцов, которые жили и действовали в изучаемую эпоху, их творениями, хотя некоторыми. Только тогда изучение будет живое, плодотворное, а изучать сухие только схемы и скучно, и малополезно. Номер восемьдесят третье письмо. Одно дело знать, а другое исполнять. Знание без исполнения приводит, по слову Спасителя, к падению великому, то есть гибели, потому что всё здание было основано на песке. Сто десятое письмо. Относительно понимания тех или иных книг, ни место, ни человек не помогут, если сам не дорастёшь до понимания. По нуждениям себя к деланию западе Евангелия и покаяниям в каждом грехе очищается душа человека и растёт духовно. Нет иного пути. Номер сто пятьдесят третье письмо. Взяли механический внешний строй старой школы без его достоинств, без его опытных и образованных преподавателей, без учёта нынешних обстоятельств и спокойно. Даже отношения к учащимся, как к лагерникам, а не свободным живым личностям, которым надо всячески помочь утвердиться прежде всего в вере, в живой вере, в Бога, а не требовать знания на память кучи строго материала. Доходит ли, не говорю до сердца, а даже до ума, хоть один предмет, делается ли он своим для учащегося, сомневаюсь. Это куча фактов, сырой, не переваренный материал. Хуже того. Он слабеет и даже исчезает из духовной школы и выходит поэтому много самых ядовитых безбожников. 240 письмо. Духовная школа должна, первое. Укрепить веру, второе. Научить молиться, третье. Научить познать в себя своё падение, четвёртое. Научить бороться с грехом и искушениями, как боролись святые отцы, пятое. Научить понимать и чувствовать творения святых отцов, а через них и Евангелие. И сделать их своими, родными, близкими сердцу, живыми, отвечающими на все требования души в любом состоянии, а не предметам изучения. 6. Научить смотреть на заповеди святого Евангелия не как на препятствие к вольной жизни, или как хорошую мораль для общественной жизни, а как на путь к нахождению ещё здесь, на земле, драгоценной жемчужины, увидя которую, человек с радостью продаёт всё. То есть, все житейские мирские интересы, удовольствия, всё, что ценит мир, всё оставляет не по принуждению, а уже по влечению души к этой жемчужине. А найти её можно самому, кто имеет веру в Христа и всеми силами старается жить по западам Евангелия, 240 письмо. Духовная школа даёт некоторые теоретические знания христианства. При этих знаниях, имея вполне заслуженное звание доктора богословия, можно совершенно не верить не только во Христа, но и в бытие Божие отрицать, только опыт. Реальное общение со Христом даёт живую, зрячую веру. Приобретается она многими скорбями, искушениями, падениями и восстаниями и прочее, приводящими сначала к смирению, разной ей степени смирения, а потом к духовным дарованиям. Проси у Бога мудрости обращать и грехопадения, и искушения на пользу себе для роста духовного. А главное, надо всегда искать Царствие Божие, 251 письмо. Экзамены, обман и зло, доказывающие, что ещё нет правильного обучения, нет и правильного средства к выяснению знаний учащихся. Великолепные слова, 254 письмо. Ещё раз, экзамены, обман и зло, доказывающие, что ещё нет правильного обучения, нет и правильного средства к выяснению знаний учащихся. Да, это так. Возьмите наши ЕГЭ, это позор, и экзамены кому как повезёт. Можно выучить там что-то, да, очень сильно, и повезёт ему, и он это ответит. А знаний никаких. В семинарии и академии должны не заниматься схоластикой, а действовать на сердце и волю, а не на разум и память только, 257 письмо. Тема о значении новозаветных западей настолько актуальна для всего мира, так скоро, так остро направлена против протестантов и католиков, что надо было обрадоваться всему академическому совету, и не только утвердить, а ещё обещать, всячески помогать этой работе. Я разумею истинное восточное древних святых отцов понимание – дело не западей, а не такое, о каком, говорят, учат у вас на нравственном богословии. Это пародина христианства, приспособление евангельских западей к мирскоязыческой жизни, для усыпления души, её погубления, хитрость выражая. Духовная школа мертва и выпускает окончательных мертвецов. Скоро мёртвые погребут и этих мертвецов, что уже и делается. Господи, спасай нас всех! 258 письмо. «Кто хочет опытно познать тайны христианства, должен все силы употребить на духовное делание, а не пытаться одним рассудком всё понять». 262 письмо. Пора бы тебе знать, в каких условиях ты находишься, и вести себя соответственно этому. «Как не можешь кулаком пробить лаврскую стену или ладонью держать воду в реке, так никто из людей не может изменить хода вещей. Всё пронизано духом мира сего». Этот дух действует через людей даже в церкви, не только в духовных школах, а в мирской жизни. Уже говорить нечего. 258 письмо. Потрясающие слова. Вот если бы, сейчас бы кто так сказал, да, из священников. Ещё раз. «Всё пронизано духом мира сего». Всё. Этот дух действует через людей даже в церкви. Вот так. Не только в духовных школах. Великолепно. Теперь почитаем об образовании с хиегумена Иоанна Алексеева. Святое Писание говорит, что будет вечная жизнь и вечное мучение. «И мы должны этому крепко верить и не вдаваться в тонкое богословие по нашему ограниченному умишку и неочищенному сердцу от страстей». Письмо 48. Святое Писание могут понять правильно только чистым сердцем. «Они уразумеют волю и намерений Божие в Писании о людям с неочищенным сердцем от страстей. Послужит камнем преткновения». Письмо 50. «И фарисеи знали, но за Бог святое Писание, но не жили по Писанию и истинно не могли понять. Распяли Господа». Письмо 80. Игумене Арсения Сибирякова. «Вы решили всё бросить и идти вслед Христа? Это хорошо. Но где его найти? Вы думали узнать этот путь в богословских науках в семинарии? Но там его не укажут. Там учение богословское, объясняющее только букву закона, а не его дух. Вы желали священства, монашества? Это хорошо. Но я боюсь, что в первых шагах вы увидите, что только место и платье переменили, а жизнь внутри и даже совне осталась та же. Надо отречение от себя, последование Слова Божию под руководством и направлением духовного человека. Вопрос, где его найти? Найти можно, если поискать. Страница 215-216 в книге Игумене Арсения. «Великолепнейшие» нам оставил Алексей Ильич Осипов, как составитель этой книги «Носители духа», для нашей духовной пользы. И не читать этих слов – это просто беда. Помоги нам, Господи, быть настоящими христианами не по букве и по крещению, а по внутреннему содержанию.